Под научным прицелом Валерии очень серьезный враг. Зеленые вспышки на экране, клетки опухоли головного мозга. Четверокурсница вместе с преподавателями и коллегами-учеными почти год изучает онкозаболевания на молекулярном уровне. Уникальное оборудование дает возможность шагнуть вперед и освоить новые методы в исследованиях. Например, этот гигант-микроскоп заточен на работу исключительно с живым материалом. Во Владивостоке мы первые стали заниматься тем, что работаем именно с опухолевым материалом человека и адаптируем их как раз в лабораторных условиях. То есть это помогает, во-первых, определить различные генетические мутации в этой опухоли, а во-вторых, подобрать наиболее эффективную тактику лечения. Над агрессивными клетками в лаборатории ставят эксперименты, ищут слабые стороны и испытывают на них лекарства. Причем не только искусственного, но и природного происхождения. Для потенциальных антидотов в соседнем зале выделили отдельное хранилище. Так выглядит банк молекул. В морозильной камере при минус 80 хранятся лучшие природные лекари планеты. Например, экстракт джиншеня, орали, растений с маврикия. Всего около 100 экземпляров коллекции. Ученые уверены, с их помощью в ближайшем будущем удастся создать лекарства для борьбы с пока что неизлечимыми болезнями. Мы думаем, что во многих организмах есть больше, чем одно потенциальное лекарство. В будущем будем быстро, получая опухоль и выращивая ее, может быть, в каких-то приближенных к реальности условиях у себя в лаборатории, получать молниеносный ответ о том, что человеку может помочь. Отдачу от экспериментального подхода ученые ждут лет через 10. Уверены, дистанция между наукой и врачебной практикой станет минимальной. И предметное лечение онкобольных будет начинаться не на приеме, а в лаборатории. Татьяна Дубко, Максим Малыгин, Вести Приморье.